Здравствуйте! Я Батагос Алдангарова. Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков говорим с педагогом, вожатым Артеком, ветераном комсомола и пионерской организации, руководителем межведомственного координационного центра каникулы Казахстан Бахытом Жанабаевым. Здравствуйте, Бахыт Абельхайрович. Добрый день. Ну, во-первых, позвольте вас поздравить сразу со столетием пионерской организации, которую будем отмечать совсем скоро. И начнем, конечно, с серьезной темы о том, что у нас 3 миллиона 300 детей школьного возраста в Казахстане. Вот на ваш взгляд, хватает ли организации досуга именно на летний период для того, чтобы их всех занять? Я думаю, что анализ можно сделать прямо в первом приближении, сопоставив цифры. На период, скажем, 80-х годов у нас в Алматинской области, на территории ближних районов, было только одних пионерских лагерей подчиненным городу. Для детей столицы тогдашней столицы Алматы, столицы Казахстан, было более 100. В разные годы 112-118 лагерей, в зависимости от дополнительных мероприятий, проектов, которые организовывают под конкретные мероприятия. Там были спортивные, культурные, творческие, научные лагеря. То есть 100 с лишним детей. Это не считая пришкольных. Пришкольные были в каждой школе. В Казахстане, в республике в нашей, в городе, в столице и, естественно, в республиках СССР. Вот сейчас их цифра едва превышает 20 по Алматинской области вместе с регионом огромным. И цифра никак не поднимается выше. Наоборот, она периодически спускается в них. Бывает по факту 18-19 лагерей работает. Работают не в полной смены и не по полной загрузке. Ну, некоторые регионы рапортуют о том, что у них там около 90% вовлеченности детей в этих лагерях. Ну, в других регионах, возможно, так и есть. В нашем городе и в Нур-Султане ситуация другая. Ну, приведу пример. Была пресс-конференция по организации детского отдыха. Причем задача детского отдыха. Это было прямо буквально в конце мая также. И когда чиновники от образования сказали, что у нас в прошлом году оздоровело 74% школьников, в зале сидели 9-го лагерей, представители родительской общественности. Они сказали, а почему, во-первых, не сразу 75? Придумай так, придумай круглую цифру. Во-первых, вы хотя бы в лагеря выезжаете, вы знаете, сколько их осталось? Как можно в этих лагерях, которых нет, а здоровье такое огромное число людей? Чиновники, конечно, сначала смутились, потом сказали, ну, нам такие цифры дали. То есть они даже цифры сами не рисуют. Кто-то рисует за них. Что такое и в чем особенность каникулярного педагогического периода? Три месяца наши дети предоставлены, получается, или сами себе, да, или имеют вот такую вот краткосрочную возможность общаться с педагогами, имеющими, я, наверное, подчеркну, да, и вы со мной согласитесь, особую специализацию. Это не просто педагоги, да, которые дают знания, это педагоги, которые там решают в какой-то мере даже судьбу и определяют дальнейшее, да, развитие личности. Я попробую ответить на это двумя срезами. Один, значит, такой, как сказать, ведомственный, государственнический, что ли. Детский отдых и оздоровление — это уникальная сфера, вообще уникальный институт организации отдыха, оздоровления, развития и творчества детей, которые включают в себя, если говорить постекторально, в общем, межсекторально, по-атросовым том, включают в себя образование, дополнительное образование, оздоровление, социальную защиту, потому что, в принципе, и система обеспечения путевками многодетных, вот эти вот легендарные 7, 5 рублей 30 копеек стоимость путевки советской, профсоюзной, или я не говорю про бесплатной, это действительно и с правдой. Это можно убедиться на любых ресурсах, в Одноклассниках, значит, в Фейсбуке, там, конечно, меньше этого говорят, о том, как был организован детский отдых. Плюс это спортивное воспитание, физкультурно-массовая работа, оздоровление, творчество. Это дальше пойдем, скажем, от отраслевых к гражданским, социальным. Это гражданское образование, это социализация, это воспитание патриотизма настоящего, не в том, чтобы, значит, на какие-то портреты ориентироваться или поклоняться кому-то. Это отношение к родине, к истории. Вот несколько таких направлений, когда дети, значит, отдохнув летом в детском лагере, возвращаются домой в буквальном смысле другими. Они иногда после смены приезжают, и родители не могут их узнать, ребенок стал другим, он стал организованным. В моей жизни есть несколько примеров, но я накажу. Коллега моя по кафедре педагогики в КАЗГУ сказала, мой ребенок на 13-м году жизни, после Артека, стал заправлять кровать. Большая семья, Апашки, Аташки говорят, пусть поспит, пусть не заправляет, мы заправим. Он стал заправлять сам. Много примеров. Это первое. Второе. За одну смену, это еще советские ученые установили, исследование было Академией Педагогических Новых СССР. И вот профессор Хребков, он с командой исследователя, выявили, что за одну смену, полноценную смену отдыха в пионерском лагере, ребенок получает объем знаний, умений, впечатлений, ценностей, установок получает столько, сколько за весь учебный год. То есть пионерлагерную смену помнит целый год. Я не думаю, что какой-нибудь контрольный человек, дети помнят уже через месяц, забывают. Вполне может быть такое. Как-то в одной из бесед вы сказали, что есть такая пионерская наука. Где ее постигают? Пионерская наука, она представляет собой несколько уровней. Это, скажем, теория и методика пионерской комсомольской работы. Это был курс в педагогических институтах, в педагогических училищах. Надо сказать, что в советское время я, наверное, здесь могу предвидеть, что будут оппоненты, но оппоненты у них аргументы другого порядка. Делалось все достаточно основательно. От строительного, от норм, от медицинских требований. Здесь тоже было основательно. И вот система подготовки кадров вожатых, она шла одновременно по линии комсомола и по линии системы образования. Система образования – это педагогическое училище, где диплом давал старший пионерский вожатый и учитель в начальном обучении. И комсомольские зональные школы, школы пионерского актива и профессиональные школы пионер-вожатых. Именно были школы пионер-вожатых. У нас в СССР их было две. Одна была в Ташкенте, значит, для региона Сибири, Урала, значит, Казахстан и Республика Средней Азии. Я всегда говорю, что Казахстан и Республика Средней Азии. А сейчас их все смешивают. Центральная Азия и Казахстан всегда был отдельным, потому что мы начинались на Волге. Если кто-то не дружит с географией, поймут, что какая же Средняя Азия, Центральная Азия на Волге. Вот. Плюс у нас достаточно большая территория. Цифры разные, но находятся в Европе. Я тоже не представляю, что бы это было. И вторая находилась в Риге. И вот эта система подготовки многоступенчатая, поэтапно приводила к тому, что в 30-35 лет руководителем лагеря становились люди, которые прошли весь процесс от отрядных вожатых, от помощников, от представителей Совета Дружин. То есть это была такая категория профессионалов, подкованных, грамотных, знающих все и умеющих это все делать. Чего не скажешь о некоторых чиновников, которые сейчас управляют отраслью, не знают, допустим, даже как это все выглядит. Есть пример могу привести. Например, пример одного известного министра здравоохранения Казахской ССР, который после проведения коллегии, коллегии министерства, снимал пиджак, надевал халат и шел делать сложнейшие операции. Я не представляю, чтобы нынешние эффективные менеджеры, отвечающие, допустим, за транспорт, могли бы сеть в кабину хотя бы электрички и хотя бы сдвинуть ее с места. Руководитель отраслей. Да, это особая методология, да, наверное. Скажите, у нас в Казахстане сохранилась она. Кто сейчас занимается организацией отдыха? У нас, если говорить по тенденции пообщей, то у нас сейчас не благодаря чему-то, а вопреки чему-то. У нас вот эти люди, которые занимаются, они стали, знаете, такими островками, светлячками. Вот они есть, они горят. Можно перейти к персонам, но я думаю, наверное, лучше сказать, что это тип. Это так называемое золотое советское кадровое поколение. Вот об этом многие говорят. И в автобусах, и на кухне. Это врачи, это специалисты, это геологи, это проектировщики, это строители. Пока они есть, у нас, слава богу, дома, наверное, все-таки не будут падать, и дети будут лечить. И вот такая категория людей, которые прошли это все, они состоялись, они стали профессионалами, но они в любой момент, как профессор Шпона Осмопетровна, заведующая кафедры педагогики, носит коллеги, мы с ней старые друзья знакомы, уже больше 40 лет знакомы. Она может приехать в пионерский лагерь и провести мероприятие. Я сомневаюсь, чтобы наши проектора вообще нашли дорогу в пионерский лагерь и смогли что-то сказать вожатым, поскольку сами не были бы даже помощниками пионера вожатых. Но таких вы сказали немного, да? Хватает ли педагогов на все лагеря, которые существуют? Я думаю, что нет, потому что это особый институт, который в данном случае сейчас в значительной степени он является уже, относится к частному сектору, или как наши любят говорить, конкурентная среда. И поскольку системы подготовки и обеспечения детских учреждений профессиональными, мотивированными и любящими свое дело кадрами, система эта просто развалена, она нарушена, поскольку детских отдых и оздоровления, оно одним из первых оказались даже не на обочине, а вот за канавой, так строительно есть, так как канава для сточных вод, всех наших реформаторских движений и действий государства. Вот на обочине оказалось. Поэтому лагеря пионерские пали просто первыми. Приведу пример. В 2000 году мы смотрели лагеря детские. Увидели, как на месте двух лагерей, известных в Алма-Ате, организовали конюшню. Один из гражданачальников наших. То есть лагеря были угроблены, просто угроблены. Медпункт, столовый, там стояли лошади. Это все. Ну, я знаю, что лагеря даже сейчас уже, да, когда выделяются какие-то бюджеты, да, на восстановление, когда появляются новые лагеря, они испытывают проблемы. С чем связано это вот все? Ну, про остаточный принцип я не буду говорить, я не хочу отбивать хлеб других. Остаточный принцип остается, конечно. Вопрос в том, что деньгами невозможно решить проблему. Деньги – это деньги, не более того. Как наши политики говорят, освоить-то вы умеете. Вы дом построите, а не деньги освоите. Дорогу сделаете, чтобы она через месяц не посыпалась, а вы деньги хотите освоить. В летнем отдыхе в силу системы, традиций, скажем так, традиций освоения бюджетных денег происходит во многих случаях освоение денег. Лагеря от этого вряд ли живут лучше, потому что в этот пакет, государственный пакет, закладываются позиции, которые позволяют лагерям только вот жить немножко. У нас на сегодняшний день практически не осталось детских оздоровительных лагерей, находящихся под, скажем, на балансе какой-то организации. Как исключение, наверное, это нетипичная формула. Существует до сегодня и работает знаменитый пионерский лагерь «Юно-локомотивец». Они были еще недавно пионерским лагерем, сейчас детский оздоровительный центр. Это лагерь, где начальником работает наш уникальный совершенно человек, один из самых, ну скажем так, долголетних, не старых, а долголетних. Ему 58-й год работает в директорном лагере. Сопоставимый только есть в Украине коллеги, но и то они вот уже немножко помоложе. Этот лагерь продолжает работать под тем же брендом ЮДС, юный домостроитель. Из его стен, значит, путевка в жизнь вот такую. То есть прошли через все, выросли дети, состояли, стали гражданами десятки тысяч детей за это время. Потому что детский лагерь, возвращаясь опять-таки к нашим группам, сайтам различным, это ведь очень много впервые. Это впервые, значит, ощущение себя как человека. Это впервые понятие дружбы. Это, знаете, так, мальчишская академия или пацанская академия братства, значит, человеческие ценности. Это очень часто первое чувство в жизни у мальчишек и девчонок. Поэтому лагеря для многих остались вот таким, с тем пятнышком, светлым пятном, которое они вспоминают и приводят пример, как вот часть той жизни, которая была. Мы хотим, чтобы в лагерях сохранилось человечное, чтобы в лагерях детских не коснулась эта вот традиция, значит, буллинга, которая, к сожалению, развивается. Ее обходили стороной вопросы, значит, дедовщины, землячества, вопросы, когда, значит, в отношении детей применяются недозволенные методы. В этом плане, конечно, родители, отдавая детей в лагерь, они все-таки рассчитывают получить оттуда живого, здорового, окрепшего, загоревшего, подросшего ребенка. В этом возрасте дети растут мгновенно, потому что мы, когда приезжаем, допустим, из лагерей, вот из венгерских, прибалтийских, белорусских, украинских Одесс, включая Крыма, то родители говорят, первое дело мы даже не узнали детей. Они совершенно пришли другие. Это не домашние, забитые, постоянно находящиеся, знаете, вот в противоходе родителям. Я сама, я без вас знаю все. Они приходят мамочками, ты не представляешь, как. Мы придумали формы, когда еще не было в WhatsApp, пока дети писали оттуда, из Одессы. Дети писали на страничке бумаги, фестиваль Одесский трамвайщик 2006 года. Писали, потом фотографировали, к серии отправляли по интернету и читали родителям по телефону. Дети писали, мамочка, ты не представляешь, что такое Черное море. Мам, только не забудь покормить Ваську. А Васька-то кот. Он там не плачет без меня. Скажи, что я скоро вернусь, привезу ему вкусняшек. Дети рассказывают. И дети приезжают другими. И вот этот лагерь, это, знаете, это понятие такое. Одно время наши чиновники, ну у нас же они живут по волнам. Вот пошел тренд. Давайте уберем слово лагерь. Вот лагерь это не то. Ну давайте центр сделаем. У нас вообще нет центров. В каждом подвале центр. У нас вообще вся Алмата центровская. Парикмахерская там или обменный пункт, или что-нибудь. Шиномонтаж, все у нас центры. А вот давайте лагерь оставим. Почему? Потому что это кемпы. Для тех, кто хочет это кемп. И вот это место, где мы находимся, и ребенок проживает сценарий своей жизни. И когда он приезжает, он рассказывает. Он говорит, мам, ты знаешь, как классно. И потом, когда они уезжают, и пишут вожатым, спасибо, что вы нам показали, какой может быть наша жизнь. Мы вас любим. Я все-таки верну вас к проблемам, потому что вот мне это кажется, что если бы бюджетирование было более достаточным, то тогда бы директора создавали ту инфраструктуру, необходимую для отдыха детей, для оздоровления, доступную для большего количества, или же этого не избежать высоких цен на путевки в лагерь. Вы знаете, работа в детском лагере – это ведь не только и не столько менеджмент, это же искусство. Это, знаете, я могу сказать, наверное, даже в какой-то степени это жертвенничество. Вот есть люди, которые посвятили этому всю свою жизнь. И вы знаете, есть такая хорошая фраза у вашего брата-журналиста. Вы говорите, город не согреешь. Это когда у нас замерзал один город на северо-востоке Казахстана. Так сказали хорошо очень в газете «Время». Выговор иметь – не согреешь город. Выговор иметь. Так и здесь деньгами, только деньгами, даже если их, извините, меня не распилят. Ну, представим себе, во сне, как я ралаше, что вот бюджет не распилили, ни копейки не взяли, ни теинки. Не изменишь ситуацию, потому что нужно это делать так, чтобы у лагеря было возможно, чтобы дети, которые выезжают в заповедники, вообще пропускали туда и пропускали бесплатно автобусные колонны, чтобы родители пропускали туда, чтобы дети могли посещать эти участки и собирать травы лечебные. Потому что мы можем найти волонтеров-педагогов с фармфакультета, нашего мединститута. Мы так делали сейчас 40 лет назад. Но их не выпустят дальше территорию лагеря. Причем причин очень много, и все неблагие. Дети, знаете, это опасно, это укусит, там упадет, туда в яму свалитесь. То есть мы детей посадили в некий такой социальный термос и говорим, чтобы ничего с тобой не было, сиди, вот кушай, спи, спи, кушай все. И ребенок не может он себя реализовать, потому что мы получаем от лагеря услугу. И получается бизнес. А я считаю, знаете, ну как вот искусство, как талант, как творчество, как любовь нельзя делать бизнесом. Поэтому летний отдых, оздоровление, пока он не станет полностью государственным, я не говорю не потому, что это ультиматум, но до тепла, пока он не станет государственной функцией, миссией, как служба в армии, то так у нас и будет, что это будет одна из отраслей, которые идут после культуры и так далее и тому подобное. И в конце, в конце там уже и детский лагерь. Потому что, еще раз говорю, лагерь одновременно этой школы, этой семье, вожатки становятся мамой и папой этому ребенку. Ребенок проходит там такие университеты, которые не пройдут даже в подворотник, к счастью. Я знаю, что перечень предложений, которые у вас сейчас есть, он включает и процесс подготовки лагерей. Я знаю, что у вас сейчас зарождается или возрождается, скажем так, союз вожатых. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, вообще идея консолидации людей, которые занимались это время, все это время, в своей жизни долгое время занимались этой работой, любимой работой, как поется в одной песне, вожатой профессии птица. Счастливее ее не сыскать. С какой другой работой сравниться, ребячьи сердца зажигать. Вот если мы сделаем то, что хотя бы частично восстановим, то тогда у нас в этих детских лагерях будут не только школьные учителя. Я сам из педагогов работал в школе, во внешкольном учреждении, работал ночным воспитателем в 12-й знаменитой школе Алматинской, в интернате. Работал в 7-й школе, где трудные подростки, которые не признают уже даже инспекцию по делам несовершеннолетних, участковых они вообще не признают, ни заучи. И вот в этой школе мы работали, приходилось понимать. Плюс работал в разных лагерях, старшим пионер-вожатым, сам был начальником нескольких лагерей пионерских, на Мангешлаке, работал еще на Дальнем Востоке, когда служил в армии, тоже был вожатым. Получилось так у меня последнее демельское лето. И в этой ситуации если мы попробуем создать такой механизм, такую процедуру социализации, когда дети, студенты наши, которым это нравится, они могли бы выбрать для себя эту работу, состояться в этой профессии. И знаете, вот стать, говорят же, артист это не профессия, это состояние души. Вожат это тоже состояние души. Или, как говорят сейчас, это судьба вообще. Есть люди, которые стали известными личностями. Например, советский космонавт Алексей Леонов, тот, кто совершил первый в мире и один из немногих в истории вообще выхода человека в открытый космос, он был вожатым пионерским. У нас очень много людей, которые вот такого плана, многие известные люди были вожатыми. И вожатый, конечно, это вот не просто человек, который там в крайне. Очень многие артисты, актеры были, киноактеры были. У нас одна известная актриса в нашем театре Лермонтова была вожатой. У нас один из известных журналистов в вожатом пионерском лагере в Кустанайской области. Это одно из самых светлых, не буду говорить, но это светлых, вот, от слова «пора», от светлых времен их жизни, это говорит, когда я был вожатым. Известный казахстанский журналист Эдуард Джолкибаев, он написал песню о том, простите, книгу написал. Он еще в жизни написал книгу, она примерно как Богдановская книга, когда я был вожатым. В ней он рассказал о своей жизни глазами вожатого. Рассказал, привел пример. Ну, уникальное, конечно, явление. Вот лично по моей, например, профессии, по моей жизни, никогда, не раз встречались ситуации, когда меня спрашивают, простите, а вы строитель, или, допустим, вы пограничный, потому что, когда мы проводим межгосударственные мероприятия, я своим коллегам, волонтерам, педагогам, вожатам говорю, вы должны выработать в себе умение, навыки, говорить с украинскими пограничниками, с российскими таможенниками, с белорусскими службами миграции, значит, с прибалтийскими службами, так, как будто вы служили на заставе имени Черненко в Харгосе, как будто вы оторобанили, значит, в гарнизоне в далеком прошли, а в Ган за речкой, вы разговариваете со всеми с ними на их языке. И вот они осваивают этот язык, и они разговаривают, знаете, как они когда везут детей, ведь мы же проводили проекты, которые, ну, наверное, не наверное, я точно знаю, я общаюсь с людьми, с достаточно серьезными людьми, проект, который никогда уже никто не повторит, ну, и мы тоже его не повторим. Мы отправили в 17 делегаций из Казахстана в Венгрию 400 детей, и из них 6 делегаций поездами. Мы отправляли детей, организовывая все вопросы, питание, проживание, безопасность, страхование, санэпидзащиту. Дети ехали из Палдукоргана Алмата, и вы оказываетесь на Балатоне, с шестью сегментами пересадки. Это было путешествие, это не был транспорт, когда дети устают, вот потом Евросети они ехали. И в этой связи профессия вожата такая, что многие, очень многие успевают освоить социальные навыки. Случай в одном из лагерей, когда ребенку стало плохо, он задохнулся, не подавился. Все растерялись, и даже врачи растерялись, студенткой вожатой из КАЗГУ в факультете. Она спасла ребенка. Все растерялись, правда. Ну и, естественно, взрослые особенно. Вот такая вот традиция. А умение петь, быть креативным, создавать мини-сюжеты, жизненные ивенты. Миниатюрки, это, конечно, вожатых в крови. И вот нынешнее поколение, ребят, очень многие к этому не идут. Не так много, конечно, как раньше. Раньше это было общим массовым явлением. Но сейчас вожатый это интересно. Если вожатый, значит, он и сценарист, он режиссер, он, знаете, и КВНщик. Он, наверное, и... Ну, в общем, это такая профессия, которая облетает. И когда у меня спрашивают, слушайте, говорят, ну вот откуда вы это знаете, например? Ну, я говорю, ну я просто вожатый. Я не врач, хотя работал. Когда мы в конце 80-х запустили проект отдыха на морях, это было Черное, Каспийское море, это была Абхазская СССР в составе Грузии, это был Волгоград. Мы отправили в первый год сначала из Казахстана, на второй год, когда об этом написали союзные газеты, особенно московские комсомолецы. Люди, которые в теме знают, что он был популярный комсомольской правды, знающие оценят. Популярный комсомольской правды в СССР был московский комсомолец. К нам понаехала такая живописная публика. Значит, институт кинематографии Санкт-Петербурга, продюсеры приехали. И мы работали в лагерях. Вот тогда был, конечно, звездный сезон блестящий. От Хабаровска до Кишинева, потому что мы до Ленинграда работали вожатые. Они приехали, они, конечно, ну просто обалдели по-хорошему от Казахстана, от лагерей Казахстана, потому что большая часть лагерей была у нас. Это было звездное лето. Там родилось очень много песен, очень много судеб и очень много семей родилось. Ну я надеюсь, что у вас получится возродить интерес к этой профессии, возродить эту организацию. Расскажите, как будет праздноваться 100-летие пионерии. И вообще вот в странах СНГ сохранилась эта система? В странах СНГ могу сказать, что я буквально вот сегодня в восьмой день или семь полных суток, как я вернулся из Артека, из Крыма, да, из того Артека, из Крыма, где прошел первый, первое мероприятие большое. Это международный форум, посвященный столетию Всесоюзной пионерской организации. Собрались страны, содружества, собрались разные субъекты, коллеги, партнеры. Но это был такой первый, как пилотный акт. Вообще эти мероприятия будут проходить по всему территорию, по советскому пространству. Я стараюсь не говорить бывшие из СССР, потому что, ну, это, как примерно сказать, бывшие родители. Ну, так не бывает бывших родителей. Они в ходе этой жизни, они не становятся бывшими, потому что получается, что мы тогда от кого родились, если никого не было. И там были представители. И обсуждался вопрос проведения мероприятий. В этом году большая часть мероприятий будет проходить в Москве. Страны СНГ участвуют по мере возможностей, в силу определенных обстоятельств. И тем не менее, в Казахстане начал работу Оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященный Всесоюзной пионерской организации и в республике, и в странах СНГ. Потому что, в конце концов, мы были инициаторами программы каникул СНГ в 1996 году в городе Джамбуле, когда подписало это соглашение 13-й организации. Даже Молдавия подписала его по факту. Они не смогли приехать в Молдавию. Все остальные подписали, участвовали. В этой связи мы рассчитываем, что у нас продают мероприятие. Но оно не сводится к событиям. Оно сводится к тому, что надо путем этих движений, решений, акций повернуть внимание общества и государства. Мы почему-то считаем, что государство – это чиновники. Нет, государство – это мы. Чиновники – это наши, скажем так, как левопередполитики, это наши слуги. Правда, они не знают. Они думают, что они хозяева, чиновники. А мы, наоборот, у них. И там будут очень интересные мероприятия. И мы позиционируем своего участия как, во-первых, сотрудничество и партнерство. Мы стараемся не акцентировать это на политических, на квазиполитических, на околополитических всех этих конъюнктурных моментах. Потому что пионерия – это единственная организация, наверное, которая не была политизирована настолько, насколько это можно было в то время. Но она вырастила героев, она вырастила космонавтов, она вырастила победителей. Воинов-интернационалистов именно пионерия вырастила. И когда, допустим, некоторым чиновникам нужны примеры, я говорю, слушайте, в конце концов она вырастила у всех наших президентов. Всех до единого. И они были не самыми последними пионерами в этой многомиллионной армии. Поэтому эти мероприятия будут проходить. И я думаю, что в ближайшее время у нас пройдет мероприятие на базе одного известного лагеря. Мы рассчитываем, что оно станет тем, как, знаете, как сейчас говорят, ну, таким вот драйвером, может быть. Триггером. Ну, триггер – это обычно такое замыленное уже выражение «триггером». Пусть это будет позитивным триггером, после которого начнется. Потому что запрос социальный у студентов есть. И даже преподаватели вузов, когда собирают студентов, уважают, говорят, знаете, вот мы в свое время, мы это делали все сами, а вы сейчас ждете, пока деканат придет, вас уговорит, отправят, а потом вы переживаете, чтобы вы там не сбежали, как из лагеря СРРК. Сбежала целая группа студентов, потому что им это не надо было в принципе. И учились они на педагогов вообще не для того, чтобы с детьми работать. Диплом просто нужен. Ничего личного. Ну, наследие пионерии живо. Я так понимаю, и альтернативы никакой не появилось, да? Когда создавались организации, одна известная чиновница вместе с образованием обратилась, как-то, знаете, с точки зрения не педагогической такой, не нашей, а отраслевой. Скажите, какие аргументы в пользу общенациональной организации, безотносительно пионерии комсомола? Я говорю, ну, хотя бы для того, чтобы был единый партнер, социальный партнер. Это потом уже оператор. Все хотят быть операторами бюджетных ресурсов. Это будет партнер, единый партнер государства в работе с тетьми и подростками. Хорошо бы, если это сделать, не забывая прошлое, не отренивая то, что себя подтвердило в жизни. Это вот пионерия, она примерно сейчас повторяет судьбу студенческих отрядов. Самое интересное, что Казахская ССР, именно Казахская ССР, стала родиной советского студотрядовского движения. Именно у нас, значит, в северо-казахстанской области, в Петропавловске, родился и получил путевку в жизнь первого в Советском Союзе и в мире студенческий отряд из числа студентов Московского университета, физического факультета. И в этой связи студенческие педотряды вожатых, отряды вожатых, именно по принципу СССР появились тоже в Казахстане. Мы занимались ими. И в этом году будет 45 лет, когда создан был первый студенческий отряд вожатых не по кафедрам, не от деканатов, ректоратов, не от лагерей, именно под эгидой комсомола. Он был создан в Казахском государственном университете имени Кирова. 45 лет. И лет 42 года, как появился первый региональный штаб, он был единственным в Союзе тогда, он остался, по-моему, единственным. Мы работали в республиках со всеми. Вы сказали, что президенты все когда-то отдыхали в лагерях. Скажите, есть у вас информация, наш президент нынешний отдыхал? Да, я знаю, что... В каком лагере? Косыну Жумарт Кемелевич Такаев, президент Республики Казахстан, тогда его называли Жумарт. Такаев, будучи 13-летним школьником, отдыхал и пионером. Он отдыхал в пионерском лагере «Горное солнце». В самый первый сезон, когда стартанули они в июле, лагерь был сдан. Это был казахстанский артек. Много-много лет был казахстанским артеком. В 1966 году на первосмине он отдыхал. Так что... Все мы родом из детства. Он знает, что такое пионер, он знает, что такое вожатый, не понаслышке, ни из книг, ни из интернета. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что все, что вы задумали, получится. Желаем нашим детям хорошего, здорового, интересного отдыха. Вам спасибо за пожелания, за беседу, и за ваш порыв, за ваше желание эту тему озвучивать, и обсуждать, и пытаться что-то изменить. Спасибо большое. До свидания. До свидания.